Депутаты Законодательного собрания в главе с заместителем председателя областного парламента Юрием Цибергановым посетили Беженский муниципальный округ. Во время парламентского дня депутаты побывали на ряде важных для муниципалитета объектов. Подробности прямо сейчас. Программа парламентского дня началась с возложения цветов к мемориалу воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны в деревне Барок-Сулежский. Далее депутаты посетили Барковскую школу, которая в 2022 году приняла участие в реализации регионального проекта по модернизации школьных систем образования. В обоих зданиях учебного заведения проведен капитальный ремонт на сумму более 26 миллионов рублей. Средства выделены из федерального, регионального и местных бюджетов. Также приобретена новая мебель, оборудование. В этом году своими силами выполнен ремонт и переоборудование дошкольной группы. В Барковской школе обучается 43 ученика. Дошкольную группу посещают 10 детей. Здесь оборудован актовый зал, центр детских инициатив, работает спортивный клуб «Радуга», школьный театр и музей. Я думаю, что когда ты учишься в таком вот уютном, честном, приспособленном помещении для учебы, это и хорошо и педагогам, и детям. Ну и я надеюсь, что количество учащихся в этой школе будет расти. Надеюсь, что молодые специалисты тоже сюда будут приезжать и будут здесь работать. Депутаты посетили промышленное предприятие «Железобетонные изделия», где пообщались с руководством и ознакомились с работой производства. Беженский парламентарий осмотрели новый спортивный объект на территории школы номер 4 имени Бурова. Умная спортивная площадка оборудована в прошлом году в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни» и стала местом притяжения не только для учеников школы, но и местных жителей. На 700 квадратных метрах разместили поле для мини-футбола с искусственным покрытием, беговые дорожки, универсальную игровую площадку, комплект уличных тренажеров, гимнастический городок, трибуды на 100 мест. Общая стоимость спортивной площадки составила более 51 миллиона рублей. Те коренные перемены, на которые сегодня все обратили внимание, это то, как жил Беженск несколько лет назад, и сейчас они разительно отличаются. То, что город меняется, город развивается. Конечно, все эти перемены, они происходят благодаря национальным проектам, благодаря поддержке губернатора, благодаря главе района. Следующим пунктом стало посещение площадки строительства Беженской центральной районной больницы. Проект реализуется по поручению губернатора Игоря Рудени. Ввод новый ЦРБ – важный проект для всего северо-востока региона. Создание современного учреждения здравоохранения позволит повысить качество предоставляемой медицинской помощи Беженского округа и близлежащих муниципалитетов. Строительство больницы включено в адресную инвестиционную программу Тверской области и рассчитано до 2025 года. Предусмотрен ввод пятиэтажного здания со стационаром на 130 мест. Вертолетной площадке – станция скорой медицинской помощи. Сегодня мы на стройплощадке в беседе с строителями, с организацией, которая отвечает за стройку, убедились в том, что работы ведутся планово в соответствии с графиком и будут продолжены в соответствии с теми планами, которые существуют на строительстве. Очень надеемся и строители нас убеждают в том, что к концу следующего года объект будет полностью завершен и сдан в эксплуатацию. Глава Беженского района Игорь Павлов отметил, что практика парламентских дней позволяет местным властям не только поделиться успехами, но и обсудить с депутатами законодательного собрания планы на дальнейшее развитие территории. Показали интересные презентации, которые через некоторое время станут проектами, за поддержкой которых мы обратимся к законодательному собранию области. Конечно, сегодня мы очень часто слова благодарности говорим в адрес губернатора, потому что посещая все эти объекты, и строящиеся, и уже введенные в эксплуатацию, мы понимаем, что за эти буквально несколько лет изменилась серьезная ситуация в муниципалитете. Заместитель председателя областного парламента Юрий Циберганов особо отметил слаженную совместную работу всех уровней власти – губернатора, правительства региона, законодательного собрания, главы района, местной администрации и депутатского корпуса. Я много раз бывал в Бежицке, раньше он очень изменился, он процветает, он благоустраивается, очень хорошие парки делаются, спортивные площадки. Все делается для того, чтобы жители могли не только здесь плодотворно трудиться, но и качественно отдыхать и развиваться. Завершился парламентский день осмотром Бежицкого мемориального литературного и краеведческого музея. На ремонт двух зданий и благоустройство территории выделено более 170 миллионов рублей. Финансирование производилось из регионального бюджета по государственной программе Тверской области, сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия Тверской области. Экспозиции музея посвящены уроженцам Бежицкой земли, основателю Великорусского оркестра Василию Андрееву, писателю Вячеславу Шишкову, истории края с древних времен до современности. Субтитры создавал DimaTorzok